Всем доброе утро! Тишиня сегодня выскочил на крышу. Прилетели воробушки и он не знает, что с ними делать. Прячется, прячется. Смешной такой. Тишинька, иди сюда. Холодно, уже на улице. Иди сюда. Убегает, чтоб я его домой не загнала. На градуснике плюс два градуса. Холодно, все, осень наступила. Тишинька, иди сюда. То свалишься. Тиша. А, Тиша. Иди скорее сюда. Иди, а то упадешь. Иди скорее сюда. Скорей-скорей-скорей-скорей-скорей. Иди скорее. Тигренок наш. Не выпускаем его на улицу. Дома он у нас живет. Ладно. Витя на меня уже ругается. Говорит, иди кушать готовь. То гости сегодня голодные будут. День рождения сегодня у меня. Тиша. Тишка. Иди сюда. Нет, он там не спрыгнет. Там высоко. Что ты там дикого увидел? Да? Дикушку испугался? Что-то на тебя это не похоже, чтобы ты дикушку испугался. Да, Тишинька? Когда ж ты кого боялся? Ну, иди домой заходи. Заходи домой. Заходи. Иди. Иди домой. Тишиня. Нет. Пошел дальше бродить. Ладно, девочки. Пойду готовить кушать. Сейчас побегает маленько, да прибежит. Окно открытое оставляю. Придет. Вон дикушка. Да, дикушка? Охраняй, смотри, Тишу. Витя покушать ему понес. На сутише новая игрушка. Новая игрушечка. Сегодня только прикупила ему. И Симочке хочется, да, тоже поиграть. Ну, тише. Симочка, иди тоже поиграй. Иди. Вот какая игрушечка новая. Ну что? Уже на лестницу притащил игрушку? Ну, давай. Ну, давай. Сначала с такой осторожностью он с ней играл. А сейчас прямо с удовольствием. Давай, давай. Вот так. Вот так, да? Ну, давай. Ну, что ты? Все. Пока меня нет, он играет. Как только я подхожу, все. И сам кубарем с лестницы. Там у него еще веревочка любимая лежит. Еще любимая веревочка, да? Да. Вот так. Симочка. Симочка прибежала. Ать. Ать. Давай. Вот так. Вот так. Вот так. Ну. Вот так. Вот так. Линолеум постелили, девочки. В новой кухне. Там половички постирала мамины. Ну, не мамины. Половички-то мои. Мама вязала. Постирала. Любимая тоже игрушка Тишенькина. Половички. Да? Там у меня икра стоит кабачковая у стеночки. Надо в кладовочку отнести, на полочку поставить. В этот раз, девчонки, не хватило кабачков. Мало было совсем. Я добавила тыкву. Кабачково-тыквенная получилась икра. Обалденная. Очень вкусная, нежная. Тыква вообще там не чувствуется. Ну, какая вкусняшечка получилась. Да, Тишенька? Девчоночки, домик поставила на окно. На подоконник. И Тишенька стал в нем спать. Но он только днем в нем спит. Ночью спит с нами в комнате. На комоде. А днем спит здесь в домике. Лежит в окошечко, глядит на Дикушку. О, окна еще, девчоночки, не мыло. Все, деловой. Вот, то ли дело коврики бабушкины, да? Милое дело, самая лучшая игрушка. Ну, вот иногда бывает и вот так. Но крайне-крайне редко. Он вот так две минутки лежит спокойненько с Симочкой. А потом все, начинает ее за уши кусать, за щеки кусать. Ну, вот сейчас тихонечко лежит. Но это потому, что я тут стою рядышком. Сейчас стоит только мне буквально отойти или отвернуться. Вон, смотрите. Уже даже и меня не боится. Тише, тише. Тишуня. 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 Ой, чудо. Ой, чудо расчудесное. Смотри, тебе Симочка разрешила полежать с ней рядышком. Ну, ты лежи спокойненько. Тишуня. Тише. Тихон. Тихон. Все. Убежала Симочка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бессовестный котик. А? Ты бессовестный котик? Тише. А, тише. Так и хочется тебе уши надрать. Уши надрать тебе хочется. Помощник, помощник. Настя моет окна с уличной стороны. Тут тряпку ловит Тишка. Чудо маленькое. Утемня. Утемня. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну как мне сказала Ира В магазинах его не продают Только вот на почтовых отделениях И когда мы с ней сходили за посылочкой к нам на почту Она увидела и говорит «Лариса, купи обязательно» У нее же внучок маленький И она говорит «Все пеленки, распашонки и так далее Отстирывает просто на ура! А я кухонные полотенчики замачивала На некоторое время В горячую водичку вот эту пасту, вот реально отбеливает очень хорошо. Поэтому купила себе вот такую для ручной стирки для отбеливания специально. И вот точно такой же порошок, паста такая же, вот в такой упаковке, но это уже для стиральных машинок. Ну, автоматов, разумеется. Сейчас, наверное, уже не автоматов-то и нет. Сейчас, наверное, все машинки автоматы. Очень экономичная. Расход маленький, небольшой, но отстирывает прям великолепно. Там в одной упаковке еще идет вот такой вот пластиковый стаканчик с дырочками вот здесь. Видно вам, наверное, дырочки. Вот в него наливается вот это средство, вот эта паста вот эта жиденькая. Наливать нужно немного, буквально там половинку. Сейчас я вам открою, покажу, что он небольшой. Крышка просто объемная. Вот сам стаканчик. Так вот половиночку, даже меньше можно, меньше половины вот этого стаканчика. Прям вот такой вот объемчик налить. Вот такой. Тут мерка есть, кстати. И просто в барабан. И, пожалуйста, отстирывает все прекрасно. Вот просто великолепно. Пуховик, как классно отстирал. Вообще, я даже удивилась. Просто удивилась. Я тоже пользуюсь хорошими порошками, которые хорошо отстирывают и отбеливают. Ну, вот эта паста, я прям в восторге. Единственное, что хочу сказать, он с отбеливающим эффектом. Его, конечно, лучше использовать для стирки светлых вещей. Вот эту пасту вот в такой упаковке. Хотя здесь написано, что усиливает яркость ткани, сложные пятна отстирывает, не вызывает аллергических реакций. Но все равно там отбеливающий какой-то состав имеется. Поэтому я думаю, что все-таки больше для отбеливания он годится. А еще я там же на почте приобрела вот такой порошок. Здесь это концентрат. Кило 800, практически 2 килограмма вот в этой бутылке. Вот он идет конкретно для цветного белья. Здесь есть тоже мерный колпачок. Вот такой вот стаканчик мерный. Тоже расход вообще маленький. Вот. На чем остановилась, не помню. Но, в общем, вот этим порошком, девчоночки, я тоже очень и очень довольна. Это тоже на почте России продается порошок. Почти 2 килограмма, я говорила уже, да? Вот. И для ручной стирки, и для автоматов. В общем, для абсолютно любых. Ну, а пастой я вот этой прям вообще довольна. Очень довольна. Вот можно абсолютно все ей отмыть. Все. Вот жалюзи, даже усилий никаких не прилагала. Просто, просто, вот легко-легко губочкой прошлась. И все кокули, которые мухи оставили, все отмылось на ура. Я и уборку на кухне делаю, вот этой пастой. Все, которые вот такие есть места, сильно загрязненные, прекрасно очищают. Тряпочки хорошо кухонные замачивать. Я вот специально в контейнерочек отлила, и здесь на кухне оставила. И вот кухонные тряпочки беру, и прямо вот в этом порошочке, в этой пасти замачиваю. Ну, естественно, водичкой горячей развожу. Все, буквально там ночь постояла, тряпочка беленькая. Так что вот, девчоночки, решила просто с вами поделиться. Может, кто-то, как и я, не знали о существовании таких вот чудо-средств. Вот, ну, теперь вот знаете, что такое можно приобрести. Я цены сейчас не вспомню. Покупала еще в начале лета. Но, как мне показалось, что цена приемлемая. Вот, но то, что цена-качество оправдывает однозначно. Ну, вот и все. Тишуню вам покажу. Тишуню хулиганчик. Хулиганчик наш. Тишуньку вам хочу показать нашего хулиганчика маленького. Подрос, девчоночки, правда же, так я темно, да? Ну, ладно, на меня что смотреть? Тишуньку вот, смотрите. Смотрит здесь птичек. Очень любит на этом окне располагаться. Я ему сюда уже постелила вот такую вот подушечку. Коврик Марина мне шила. Тепленький. И он вот здесь на окошечке все время лежит и с птичками общается. Только-только проснулся. Так. Симочка поменяла место жительства. А ты что язык-то высунула? Чудо маленькое. Тишунька. Язык высунула. Смотрите. Ой, тюдо. Ой, тюдо. Улеглась на место на Тишинкина. Что-то ей сюда захотелось. Ну, потому что когда-то это было ее место, когда-то это ее лежаночка была. А теперь вот здесь Тишинька располагается на этом комоде. Ну, вот Симочка тоже решила тут полежать. Сима, ты что язык-то вытащила? Язык-то тебе высунула, девчонка. Вот так. Вот так. А, Тишинька рядом. Иногда вот здесь на подушечке тоже иногда располагается. У нас еще все в гипсокартоне. Не обращайте особо внимания. Пока вот не доходят никак ни руки, ни времени не хватает на все. Пока вот мы еще в гипсокартоне тут живем. Ну, все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok